Всем привет! Продолжаем раздел кухня на утюге. Мы находимся в Испании, сегодня Барселона. Сегодня мы будем готовить гадов. Если у вас нет в номере утюга, его через 5-10 минут приносят по вашей просьбе. Вот, хочу вам показать новую систему. Вот такой вот контейнер я купил. Сюда вставляется полотенце. Опа! Он встает и прекрасно держится, куда не падает. Вот, и так же я купил форму для запекания. Она быстрее процесс, не надо ничего лепить из вольги. Стоит копейки, 2 евро за 5 штук. Вот, сегодня будем готовить кальмары и еще какие-то там микротминоги. Вот, я думаю, это очень быстро, что приготовится. Итак, поехали. Все, вода из чайника залита, подсолена. Сейчас мы это делаем, перемешаем. Уже начинает закипать. Интернет показал, что кальмар надо варить 2-3 минуты, чтобы... Я так понимаю, что они какие-то микрокальмары. И эти тушки уже чуть ли не почищенные. Так что, я думаю, это вообще максимум. 2 минуты варится. Какие-то вот... Вот ко мне пришел друг Андрей Бараненко, мастер диетологии. Бросаем. Геркулес, что есть в монастырске. Да, у нас тут есть Геркулес. Сейчас, главное... Так и живем? Да. Их много. Смотри, сейчас они раздуются. Я думаю... Может, нет? Да. Галяще с рем не бывает. В принципе, там 3 минуты еще. Да, в том числе делаем. Солю, да? Да, криво. А эту отдельно, да? Ну, они уже не влезут. Так, все, теперь нам надо дождаться закипания. И пару минут. А вот и Вальдемар пришел. Да, съезд диетологов. Ждем кальмары. Она в тюге. В общем, какой-то процесс кипения идет. У меня такой счет, что они уже готовы. Попробуем один. Иди сюда. У нас ложание было. Да, какой дурдом в Германии. Поезда запрещает возить. В Испании запрещает возить ножи. Там в Германии так же. А, красота! Вот, пробую. Так, все, что вы переваривали, не? Нет, нормально. Нормально? Нажимаем? С стейками не было. Нет, отлично. Детские. Нет, нет. Микрокармары. Нет, ну они штучки смотри какие. Да, по акции, кстати. Пять евро. За 300 грамм. Не, я не знаю, сколько тут грамм. Ну, может, дорого. Они много, дорогие. А они потому что, видишь, какие-то мелкие. Они мелкие, вкусные. Ну вот, красота. На утюге. Да. Ну и теперь, соответственно, осьминогов. Рис, у меня там канал где он показывает, как жарят на утюге. Утюговый канал. Да, да? Ну так-то, что бы он снимал-то? Итак, хочется вилкой взять. Ну. Кальмарчики. Даже курку снимать не надо. Кальмарочку. А ее там... И ложкой возьми. И оливочкой. Раз, кальмарчиком. Оливочку. Ам. Ты пивковка, Век. Ты алкоголь, да? Да, ну ты, конечно, ответственный. Потому что повар готовил. Да, главное в приготовлении на утюге это отрезать повара. Так. Наши осьминоги там варятся. Да ладно, я думаю, снял куда-то делать. Да. Вот у меня, видишь, еще, думаю, появилась фанатов клуба приготовления на утюге. Ой. Оливочку-оливочку внутрь. А, и пивком скорее сразу. Да? Девочку, да. Вот. Сейчас уже сын ноги поспеет. Пивком? Алкоголь же? У нас алкоголь. Испанское. У нас алкоголь. Не, ну блин, Барселония. Барселонское пиво. Хо-хо-хо. Кято так. Ну, за шеф-повар. За шеф-повар. Готовим на утюге. Готовим на утюге. Хе-хе. Все. Три минуты прошло. Три минуты. Смотрите, какие косявцы. Как это называется? Готовим. Осень ног. Так, ой, горячий. Смотрите, после трех минут. Как им? Им очень хорошо. Они себя чувствуют великолепно. Посмотрите на глаза. Да. Добрейший. Сейчас Володя будет пробовать. Ну-ка. Готово. Готово? Что-то. Закусь. Закусь готово. Вот. Ребята, ну что, чем не ресторан на утюге? Свежайшие продукты. Главное, чтобы то, что вы приобрели в магазине, было свежим. Так, ну вот так вот получилось. Красота. Страшная сила. Утюг совершенно целый. Никак даже не пострадал. Потрём. Я пущу. О, как новый. Контейнер я использовал уже второй раз. Ещё можно третий раз. Во. Готовим на утюге. Нет. Já. tanks. Что? Всё. Всё. een. Продолжение следует...